Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кисель и я решил сегодня начать серию видеообзоров по поводу дополнительного оборудования. Рассмотрим абсолютно все модули, которые мы можем поставить, но была мысль записать одно большое видео, но это было бы минут на 40 и вам было бы неудобно искать каждую определенную часть, и я решил то, что для каждого модуля будет отдельное видео. Так вам будет проще все это найти. Рассмотреть будем на примере катера, поскольку это, во-первых, он у меня имеется, он имеет восьмой слот внутренний, это пока максимальный слот в игре, и на этом будет гораздо проще все это дело смотреть, потому что, допустим, с дронами там некоторая проблема, они там местами прыгают. Ну что ж, друзья, с вас как все, лайк, подписочка, а с меня контент, поехали! И как вы помнили из названия этого видео, будем рассматривать щиты. Заходим, выбираем восьмой, залетаем, выбираем щиты генератора и смотрим, что у нас тут имеется. Во-первых, их имеется три различных типа. Это обычный генератор щита, двухпоточный генератор щита и призматический, который имеет большее количество ЕКХП щита. Генератор щита занимает среднее положение, но нас интересует не только его общее количество в итоге, нас еще интересуют некоторые параметры, которые вот здесь не указаны, к большому сожалению. Нажимаем «Узнать больше». И мы видим, что тут помимо всего того, что написано, есть еще две таких очень интересных характеристики. Это скорость восстановления при пробое, скорость перезарядки щита после отключения и восстановления. Зафиксировали. И скорость восстановления, скорость перезарядки щита при его работе. Эти два параметра очень важны, поскольку когда он вышибает щит, должно пройти какое-то время, чтобы он перезарядился, и потом еще он должен восстановиться. И самое высокое значение это у двухпоточников. Сейчас по примеру показываю. Тут, ой, узнать больше, и мы видим скорость восстановления при пробое 14.4, скорость восстановления обычная 5.8. У генератора щита А-класса этот параметр другой 9.624. Разница колоссальна. Но не забывайте то, что вы можете очень сильно раздуть щит с помощью усилителей щита, инженеров и так далее. И итоговая разница, она, конечно, будет иметься, но скорость его восстановления будет гораздо-гораздо выше у двухпоточника. Поэтому двумя руками за. Я настаиваю, чтобы вы использовали этот тип щита, не брали ни в коем случае обычный, и на крайний случай призму, если хотите, гигантское количество щита. Так что просто засматривайтесь на двухпоточник. Это очень полезная штука. А теперь давайте трогать и крутить, что у нас будет получаться в перспективе с нашими щитами. Без этого, увы, друзья мои, никак. Пожалуйста, 703 общий объем на... Нет, нужен 8А. 8А у нас имеет 943, но вы это уже видели. Двухпоточник 763 тоже видели. А вот и тот самый призматический 1123. Теперь будем делать так. Так, мы берем усилители щита, ставим им Heavy Duty и делаем... Оставим просто с Heavy Duty. Ну и накидываем сюда это дело. Накидываем, 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 накидываем. Еще раз накидываем. И сейчас будем смотреть разницу в различных типах щита. Начнем с двухпоточника. 47766, время включения и перезаряд. Собственно. Далее мы можем все еще накидывать, кстати... Да, давайте-ка накидим Reinforced. И выровняем наши резисты с помощью термоблока. Это экспериментальный эффект. И получается 6380, но уже с хорошим показателем по резисту. Ну, естественно, его лучше бы ставить повыше, но это не важно. Зафиксировали. 26, 25. Ну, 26, 26. И 6, 300. Теперь берем обычный. Так, где ты? Reinforced. Термоблок. 7,885. Но 32-32 разница в 6 минут. Это очень критично, когда вы находитесь в бою. Правда. Просто столько ждать между боями. Естественно, если вы на таком корабле, у которого уже гигантское количество щита, за одного противника, которого вы будете уничтожать, вам их вряд ли вынесут. Но не забывайте то, что вы будете биться один на один с кем-то, либо там один против звена, и потом вы либо начинаете сразу бой, либо ждете, пока это все дело зарегенится. И вот тут входит у нас уже призма, у которой с этим очень большие проблемы. Выбираем тот же самый Reinforced, тот же самый термоблок, и видим 38 минут и 55. Ребят, ну это просто капец. Да, у нас очень много ИКХ посчета. Да, это хорошо. Но вот это, это просто ужас. Собственно, как вы еще можете с ними поизгаляться у других инженеров. Тут особо вариантов немного. Вы можете взять себе лишь сопротивление на кинектик. Low power уменьшает массу и все остальное. Ну, дальше Reinforced, который вам повышает резист и раздувает ваш щит. Прям так хорошо. Но, правда, скорость при пробое падает, и тяга распредителя повышается, но не критично. И сопротивление термический урон. Это все, что вы можете сделать, к большому сожалению. Но я рекомендую ставить именно Reinforced, именно двухпоточник. Но тут немножечко поколдовать с экспериментальным эффектом, чтобы поднять себе тепловой, ну хотя бы до 20-очки. Ну, резист. Ну, я объяснил вам, в принципе, основные темы по щиту. Так что, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, конечно же. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, которые я для вас отснял. А поверьте, их уже много, больше 100 штук, включая стримов. Также ссылочки на соцсети Instagram, группу ВК, Discord сервер, Telegram канал. Везде выходят различные оповещения о выходе видео, потому что, как мне говорят мои подписчики, YouTube работает некорректно, и они даже не знают то, что вышло видео, а оно уже как день-два на канале. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.